В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Трое детей и взрослая женщина сгорели при пожаре в Высокотинском районе Чуйской области. Трагедия случилась накануне днем в южной части села Новопокровка. Там загорелась кошара. По данным МЧС, спасти не удалось девочку 4 лет. Двоих мальчиков 3 и 8 лет, а также молодую 25-летнюю женщину. На тушение пожара приехали два пожарных расчета из Исокотинского районного отряда номер 27 и одна специальная пожарная машина из пожарной части Аламединского рынка. Общая площадь возгорания составила примерно 320 квадратных метров. Соцработники сообщили, что погибшая семья переехала в этот район с Иссыкуля. Но прописка у них осталась прежняя, поэтому выход делений они не состояли на учете. Жилищные условия, по словам соцведомства, были нормальные. Зарабатывали временным наймом. В Аилок МТО предполагают, что женщины не было в доме, когда строение загорелось. Она прибежала, когда уже был пожар. Бросилась спасать детей и погибла вместе с ними. Возгорание могло случиться из-за печки. Засыпал на процессе и в итоге оправдал насильников. С такими обвинениями в адрес судьи Тонского районного суда Сабыра Содунбекова выступили граждане. Интернет-акция против этого работника Фемеды набирает обороты. Правозащитники и общественные активисты требуют провести служебную проверку. Он рассматривал дело об изнасиловании 13-летней девочки тремя мужчинами на Иссыкуле. Срок получил только один обвиняемый – 7 лет. Однако, несмотря на наличие доказательств и биологической экспертизы, суд применил к нему легкую статью. Вместо изнасилования – действия сексуального характера. По ней он уже совсем скоро окажется на свободе. Двое других подсудимых и вовсе никакого наказания не получили. Присутствовавшие на судебном процессе рассказали и зафиксировали на видео, как судья несколько раз засыпал во время слушания. История 13-летней школьницы стала известна около года назад. Девочку, как оказалось, полгода насиловали трое взрослых мужчин. Один из них снимал это на видео и шантажировал, что покажет знакомым и одноклассникам. Весь этот год, пока шло расследование и суды, девочка находилась в кризисном центре. Несмотря на работу психологов, за ней приходится тщательно следить. Ведь она все время говорит, что не желает больше жить. Кроме изнасилования, она пережила аборт. Школьница забеременела от одного из насильников. По словам родителей девочки, родственники не раз предлагали им деньги, чтобы те не обжаловали решение районного суда. Но отец отказался и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Реакцию на интернет-протесты проявила вице-премьер-министр Эльвира Сурбалдеева. Она заявила, что сегодня получит на руки решение суда и начнет разбираться. Допросы и статус свидетеля изменили на заключение под стражу и обвинение в злоупотреблении должностным положением и экономической контрабанде. Дуйшенбека Чоткараева, экс-заместителя председателя ГКНБ, арестовали. Ведомстве сообщили, что собрали против него неопровержимые доказательства его непосредственной причастности к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдаче изъятых ювелирных изделий. Первомайский районный суд Бишкека в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По референдуму, по ее словам, человек сможет выбрать положительный или отрицательный ответ, то есть «да», «нет» напротив слова «парламентская» или «президентская форма». А может также поставить галочку в графе «против всех» и таким образом тоже выразить свое мнение. Отметила Шаилдабекова и добавила, что урны для голосования также будут отличаться по цвету. 18 кандидатов, допущенные к участию в гонке за президентское кресло, в ЦИКе закончили проверку подписей граждан, которые по закону должны были предоставить претенденты на пост главы государства. Те, у кого необходимые 30 тысяч автографов оказались действительными, а это устанавливала специальная группа путем проверки данным ГРС и почерковедческой экспертизы, сегодня уже участвуют в ЖБИОВКе для участия в предвыборных дебатах в эфире общественного телевидения. Отметим, все 18 человек уже получили свои кандидатские удостоверения. За их избирательными фондами идет тщательное наблюдение. Так, банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов. Всего кандидаты собрали 49 миллионов 835 тысяч сомов. Израсходовали 41 миллион 616 тысяч. Больше всего средств находились на счету Садыра Джапарова – более 19 миллионов сомов. Из них он уже потратил более 17 миллионов. На счету Бабаржана Тульбаева чуть более 5 миллионов сомов. Израсходовано 2 миллиона. И у Рашида Тагаева из 3 миллионов 700 тысяч траты уже составили 1 миллион 600 тысяч. У остальных кандидатов суммы на счетах составляли чуть более миллиона сомов. Защитить мир и тишину в родной стране на этих выходных призвали соотечественников активные каргастанцы. Они вышли на митинг против митингов. По их словам, после событий 5 и 6 октября тут и там повсюду забастовки, акции и протесты. И если одни действительно выступают против несправедливости и за правое дело, то немало тех, кто просто будоражит общественность, продвигает чьи-то частные интересы и разносит по интернету дрязги. А весь мир на это смотрит. Чтобы вернуть стране уважение в глазах мировой общественности, активисты потребовали провести честные выборы. А после напомнили, что Кыргызстану есть чем и кем гордиться. Поздравив сограждан с днем рождения великого Чингизаитматова. Митинг против митингов на центральной площади Аллато в минувшую субботу собрал несколько сотен молодых людей. По их словам, там собрались как раз представители экономически активной прослойки населения. В возрасте от 25 до 40. Волонтеры, помогавшие медикам во время разгара пандемии коронавируса летом этого года. Дружинники, защищавшие объекты города от возможных попыток мародерства. После октябрьских событий и просто инициативная молодежь. Они обратились к гражданам республики с просьбой не собираться больше на митинги. Оказывая тем самым еще более пагубное действие на имидж страны в глазах международного сообщества. Сегодня мы собрались и назвали митинг против митингов сегодняшней организации. Люди собираются, 5-6 человек и 10 человек, и показывают свое недовольство с плакатами, защищая чьи-то интересы или какие-то организации. Это нас очень волнует. Почему? Потому что весь мир на нас смотрит и думает, что наш образ жизни такова. Как альтернативный вариант собравшиеся предложили исполняющему обязанности мэра Бишкека Балбаку Тулебаеву выделить административное здание в городе, в котором все, кто желает высказать свою позицию по какому-либо вопросу, смогут это сделать цивилизованным способом с участием СМИ и своих оппонентов. На фоне сложной экономической и эпидемиологической ситуации в стране, в преддверии начала агитационной кампании, предстоящих в январе выборов президента, молодые люди потребовали от руководства страны, центр избиркома и кандидатов в президенты провести честные выборы. Только таким способом, по их словам, стране удастся избежать нового витка политического кризиса и повторения уже не раз происходивших в Кыргызстане революций, исследовавших за ними негативных последствий для экономической и социальной жизни населения страны. Кыргызстан с времен, когда обрел независимость, переживает очень сложные времена, так как мы пережили несколько революций, переворотов. Все, наверное, поняли, что это на руку только тем, кто хочет реально дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И мы не хотим допустить, чтобы вот эти все события повторились, потому что впоследствии нескольких революций мы потеряли своих братьев, своих истинных патриотов. Хотел бы обратиться ко всем гражданам нашей страны, чтобы не поддавались на разные провокационные действия. Мы вне политики, мы просто хотим стабильности, чтобы был мир. В завершении акции члены молодежных движений почтили память всемирно известного народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. В этом году ему исполнилось бы 92. Сейчас в Кыргызстане отовсюду слышен один только негатив. Все друг друга ругают, как будто ничего хорошего у нас не происходит. Вот сегодня день рождения Чингиза Айтматова. Почему мы не говорим об этом? Мы пришли сюда, чтобы напомнить о том, что у нас есть свои герои. Для тех, кто, может быть, не знает об этом. Сразу пять каргызстанцев умерли от коронавируса за последние сутки. Такой резкий скачок летальности наблюдается после двух дней, в течение которых не было зафиксировано ни одного умершего по республике. В Бишкеке скончался один человек, в Оржской области двое и в Баткенской двое. За весь период с марта этого года от коронавируса и внебольничной пневмонии в стране умерли 1312 человек. На сегодня количество выявленных инфицированных составило 318 случаев. И больше всего в Бишкеке – 126 новых ковидных пациентов. В больницах на лечении находится более 2000 человек. Амбулаторно от коронавируса лечится почти 3000 граждан. Наши столицы продолжают лидировать в рейтинге самых грязных городов. На 12 часов дня Бишкек числился на первой строчке ресурса IQEAR. Это, напомним, международный портал, где публикуются сведения о качестве и уровне загрязнения воздуха в городах мира. У Бишкека индекс 249. Это характеризуется как очень вредно для здоровья. По данным датчиков экодвижения МОФГРИН, норма вредных частиц в столице превышена в 4-6 раз. Среднесуточный показатель по международной измерительной системе PM2.5 на уровне 160-190 мкг на кубический сантиметр. При этом по национальному законодательству он не должен превышать 35 мкг. И на этом мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует...